Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». В эфире телерадиокомпания «Напа-регион». Информационный выпуск новостей. Я Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Министр промышленности и энергетики Кубани провел в Анапе расширенное совещание. Тема – ремонт дорожной инфраструктуры селага и кодзор. Проблемы в коммунальной сфере обсуждали работники предприятия «Коммунальщик» с кандидатом на пост главы города Сергеем Сергеевым. Анапа – абсолютный лидер. В чемпионате по мини-футболу среди любительских команд Анапская команда выиграла матчи у всех соперников. Строительство газопровода «Южный поток», которое производится недалеко от села Гайкадзор, идет полным ходом. И, несомненно, в будущем принесет как край, так и Анапе немалую пользу. Это и новые рабочие места, и развитие инфраструктуры, и, самое главное, возможности газифицировать отдаленные села и хутора. Но это в будущем, а пока стройка доставляет местным жителям неудобства. Главное из них – износ дорожной инфраструктуры. Буквально в прошлом году в Гайкадзоре была сдана в эксплуатацию новая дорога. А уже сегодня из-за постоянного потока больших грузовых машин асфальтовое покрытие пришло в негодность. Это стало главной темой расширенного совещания с участием министра промышленности и энергетики Краснодарского края Виталия Брижане. За столом переговоров краевой министр, представитель администрации Анапы, ГИБДД газокомпрессорной станции «Русская» и дорожных служб. Три недели назад началось производство земельных работ по вывозу грунта и завозу песка на станцию «Русская». И большегрузные машины пользовались дорогой, проходящей через село Гайкадзор, нанося ей довольно серьезный ущерб. По оценкам специалистов он уже составил порядка 33 миллионов рублей. Кроме того, выявлен ряд нарушений. Машины когда стали сотрудниками ГИБДД, смотреть, выезд, автопарка нет, медико-механика нет, машины привлечены с 7-8 регионов. Кроме этого, вечерний и ночной отстой, они задействованы по низким ценам. Это дачная кооператива, это у нас кутер красный. Машины выстраиваются в длину до 600-800 метров на обочинах. Практически ситуация просто кататрическая. Представитель компании ООО «Петергаз» в городе Краснодаре Игорь Явнов доложил, что от восстановления дороги они не отказываются. Более того, эти работы изначально заложены в смету. В сводно-сметном расчете в проекте есть некие средства, которые предназначены для содержания автодороги согласно утвержденной схеме. И после окончания строительства приведение этой дороги в идеальное состояние, потому что асфальтовое покрытие. Но ждать окончания строительства недопустимо. За это время дорога совсем придет в негодность. А между тем приближается курортный сезон, и поток транспорта увеличивается с каждым днем. Оставлять дорогу в таком состоянии нельзя. В связи с чем министр промышленности и энергетики Кубани предложил решать проблему сразу по двум направлениям. Заключать договор на эксплуатацию. Если это дорожники, ДРСУ местные, значит ДРСУ местные. И восстанавливать дорогу. У нас времени осталось полм месяца, ну максимум месяца. Все. Все принимается однозначно. Второе. Надо строить обездущую дорогу технологическую вокруг Гайкадзора. Другого варианта нет. Проблему должны решить в кратчайшие сроки. В решении готовы участвовать все. Краевые и местные власти, дорожники и сами подрядчики, из-за которых проблема и возникла. Ольга Родин, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Перед управлением сельского хозяйства и управлением муниципального контроля властями Анапы поставлена задача навести порядок на землях сельхозназначения. Земли Анапы должны использоваться эффективно и рационально. Запущение плодородных участков недопустимо. Такова позиция местных властей. В связи с этим сейчас проводится обследование земель для того, чтобы выяснить, используются ли они по их прямому назначению. Результат проверки показал, самыми проблемными зонами являются два сельских округа – Гайкадзорский и Приморский. Многие участки здесь годами не обрабатывались, что является прямым нарушением закона. На нерадивых землепользователей составляются протоколы и выписывают штрафы. Управление сельского хозяйства рекомендует всем владельцам земельных участков, которые не используют свои участки, заключить договора, либо самим заняться возделами сельскохозяйственных культур на данных участках. У тех граждан, которые не имеют возможности сами заниматься такой деятельностью, могут обращаться к нам в управление. Также по телефону можно позвонить 901-96, где мы расскажем о мерах государственной поддержки, а также сможем подобрать собственного арендатора, который будет эффективно использовать данные земельные участки. К штрафникам, которые в дальнейшем не исправят ситуацию, будут применяться меры по изъятию земельных участков в законном порядке. А в рамках предвыборной кампании кандидаты на пост МРАНАПы проводят встречи с жителями и трудовыми коллективами курорта. Один из кандидатов Сергей Сергеев пообщался с работниками одной из крупнейших управляющих компаний города ОАО «Коммунальщик». Какие вопросы задавали друг другу коммунальщики и кандидат в сюжете? Сергеев встретился с теми, кто ежедневно следит за состоянием жилых домов и прилегающих к ним территорий. Коммунальщику – самой крупной управляющей компании города и вопросов от населения больше всего. Но, добавил кандидат, критика эта носит как объективный, так и субъективный характер. Сергеев считает, что если в обслуживании многоквартирных домов в корне не поменять систему, то это приведет к неминуемому социальному взрыву. И чтобы этого не произошло, есть проверенные методики. Если только нагибать и ругать, не давая вам средств на производство неотложных работ из муниципальной казны, то это будет непорядочное по отношению к вам. У меня на прошлой территории, кроме федеральной программы по капитальному ремонту, региональной программы по капитальному ремонту, в двух поселениях, а там не округа, а поселения, в городской области Парково, заходите в интернет, проверяйте, работали муниципальные программы по капитальному ремонту жилья. Таковых в Анапе нет, и пока они не просматриваются. Я подчеркиваю, пока. Не так давно жители многоквартирных домов стали собственниками, но только на бумаге, а по факту относятся к своему же имуществу небрежно. И такое потребительское отношение менять нужно срочно и в корне, считают работники предприятия. У нас собственники не привыкли, что это их собственность. У нас есть дом, даже бывают дома такие, заходишь в один подъезд, да, чистота, порядок, покрашено все. В другой заходишь, красили мы, допустим, в одно и то же время, и тот, и тот подъезд. А тут все ободрано, в лифте кнопок нет уже. Замисла, что такая машина из кадра. Да, все это, грязь, это. Я захожу и спрашиваю, почему, говорю, у вас тут такая чистота, как вроде месяца два назад красили, а тут вот как 10 лет никто не заходил. А мне такой ответ дают. А это они, говорит, с общежития переселили этих людей. Они так привыкли обращаться с этой собственностью. А мы, говорит, проживали в частном секторе. Наши дома снесли, построили это. Мы с вами за собой убираем и следим. Этот вопрос, конечно, философский. И об уровне воспитания и ответственности людей рассуждать можно бесконечно. Но Сергеев подчеркнул, что, несмотря ни на что, необходимо содержать дома и дворы в чистоте до тех пор, пока людям не станет стыдно за мусор. То есть, пока совесть не проснется. Вопрос, касающийся ценовой политики, затронул главный инженер коммунальщика Михаил Полозов. Внутри дворовые канализационные сети, электропроводы, газопроводы, они не состоят на балансе у ресурсов служащих организаций. И когда получается авария или что-то происходит, то начинается футбол. Вы делаете, у нас на балансе не стоят. Вы делаете, и так оно и не будет. То есть жильцы не должны оплачивать вроде как за эти, которые не переданы в сети. В цене в тарифе заложено и содержание вот этих коммуникаций, по которым это все протекает. Вот как только мы определим, что, допустим, котельная номер такая-то. Если это не муниципальная собственность этих сетей, то она должна платить арендную плату собственнику за прогон через нее своей услуги. Так будет цивилизованно и правильно. У меня в поселении в одном праве. За газовую трубу поселению Горгаз газосбыт. Платил арендную плату за эту трубу. Из диалога Сергеева и работников коммунальной сферы стало понятно. Все проблемы решаемы, но только сообща. И власть должна принимать в этом процессе непосредственное участие. В целом видно, что человек владеет ситуацией во всех отраслях. Хорошо разбирается в коммунальном хозяйстве. Есть у него свои планы на то, чтобы какие-то вопросы решать в городе. Человек серьезный и много энергии. Никита Бойко, Вадим Родин, Анапа-регион. Другие кандидаты на пост главы города информацию о ходе своих предвыборных встреч на сегодняшний день не предоставили. 26 февраля вышел указ президента о повышении размера ежемесячных выплат лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами детства первой группы. В Анапе проживает более 420 детей-инвалидов и более 160 инвалидов детства первой группы. Управление пенсионного фонда по городу Анапа информирует всех, кто официально опекает инвалидов и получает компенсацию государства, о том, как лучше поступить при оформлении выплат. Если за уходом за ребенком-инвалидом осуществляет один из родителей, либо опекун, эту ежемесячную денежную выплату мы назначаем с 1 января. Но с учетом той 1200, которая уже выплачивалась, вместо ее 5500, с учетом выплаченной этой суммы. И в апреле месяце доплатят разницу. И с 1 апреля будут выплачивать 5500 рублей. Если уходом занимаются не родители, либо опекуны, то 1200 сохраняется этот размер компенсации. Поэтому я предлагаю тем родителям, которые вышли на работу и, может быть, получают малооплачиваемую работу, им лучше, наверное, все-таки уволиться и получать ежемесячную денежную выплату в размере 5500 рублей. Если вам понадобится дополнительная информация, звоните по телефону горячей линии пенсионного фонда 462-31. В случае необходимости специалисты управления могут выехать для оформления документов на дом. В Анапе прошел зональный отборочный тур открытого краевого чемпионата любительских команд по мини-футболу. За право выйти в финал боролись четыре команды. Анапская Неско, абсолютный лидер, выиграла матчи у всех соперников. Всего три мяча пропустил на этих играх вратарь Неско Артем Черезов, заслужив звание лучшего вратаря. Он играет в мини-футбол и пляжный футбол с 15 лет. Имея богатый опыт, Артем не переходит в нападающие или защитники, а выбирает только ворота. Вратарь, не знаю, ловить нравится, падать, отбивать, прыгать. И подсказывать своим игрокам сзади, самое главное. Вратарь полкоманды, поэтому нужно брать на себя ответственность. Теперь команда Неско будет представлять Анапу на финальных играх, которые пройдут в конце марта в Новороссийске. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 6 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.